Следующий адекват у нас это Сергей Весхалин осенка верчины предпочтенной кожи предпроведения радиационно-фастных работ под радиационно-управляемых механизмов Добрый день, уважаемые коллеги Работа выполнена в Московском научно-исследовательском центре Курчатский институт России Работа называется оценка величины предупрещенной дозы предпроведения радиационно-опасных работ с использованием радиационно-управляемых механизмов Более конкретно Работа была выполнена и исследования были выполнены при выводе из эксплуатации реакторов МР и РФТ Это исследовательские реакторы большой мощности Вот символик этих реакторов Краткое введение Петлевой материаловический реактор МР мощностью 50 МВт был разработан и введен в эксплуатацию в 1962-1963 году в замене первого отечественного года графитного материаловического реактора РФТ на обогащенном уране который был сооружен в 1952 году и частично демонтирован Проведу маленький экспорт Возможно, вам эта информация уже, естественно, знакома Создание эксплуатации реакторов проходили в условиях когда международные отечественные системы радиационной защиты населения находились в стадии формирования В течение периода эксплуатации реактора РФТ нормативы по дозовым нагрузкам персонала составляли 150 МВт в год или 15 Б в год Возможно, в той терминологии В 1959 году МКРЗ Международная комиссия радиологической защиты выписывала свою первую публикацию в котором были установлены пределы дозы для персонала 50 МВт в год или 5 Б в год Собственно, по этим нормативам происходила эксплуатация реактора МР которая была завершена в 1993 году Для населения, соответственно, норматив был 5 МВт в год Ну, а работы по выводу реактора из эксплуатации уже проходят при современных нормативах в котором известно 20 МВт в год Реакторы РФТ и МР были созданы для решения технически сложной задачи разработки, создания конструкции и топливных композиций теплоуделяющих элементов для реакторов различного назначения Имеется в виду практически все существовавшие в Советском Союзе энергетические установки от ледокольных, транспортных, лодочных до энергетических всех типов ВВР, РБМК, АСТ и так далее с газовым теплоносителем, зеркометаллическим Испытания и исследования ТВЭЛ проходили в условиях близких к критическим что происходили случаи их рафгерметизации вплоть до разрушения оболочек и выхода продуктов деления в трубопроводы и технологические оборудования охлаждения реактора и петлевых установок И это естественно привело к значительному отложению радиоактивных веществ в этих конструкциях После 30-летнего периода интенсивной эксплуатации реактор был установлен, топливо из здания удалено и в настоящее время реактор находится в стадии вывода эксплуатации При этом естественно при демонтаже образуется значительное количество радиоактивных отходов Вот на этом слайде представлено то, что образуется оценки по количеству и активности радиоактивных отходов Значит вот мы видим, что общее количество 1500 тонн значительная большая часть из них относится к низкоактивным 300 тонн среднеактивных и здесь не приведена оценка по высокоактивным но это порядка 3-5 тонн Суммарная же активность всех РАО оценивается в 10-14 битве Так что вы понимаете, что работая с таким объемом РАО они представляют значительную опасность в плане облучения персонала На этом слайде информация, которую я уже вам представил Единственное, я вам скажу, что в самых серьезных помещениях мощные дозы доходят до 20 миллизиверт в час Если 20 миллизиверт это годовая то значит есть помещение, где эту годовую дозу можно получить за 1 час работы Ну вот эта обобщенная табличка Значит, вот я сразу извиняюсь при форматировании это 10-14 степени почему-то степень ушла в ряд но в материалах конференции там этой опечатки нет Значит, вот я говорил о помещениях, где годовую дозу можно получить за час но есть и более серьезные, скажем так, участки по выводу эксплуатации где мощность дозы достигает 1 зиверта и даже 1,5 зиверта Это внутри корпусная конструкция реактора и демонтажная работа петлиных каналов непосредственно в реакторном зале Как видно из этой таблицы есть, скажем, участки работы по выводу эксплуатации где годовую дозу можно получить за минуту или даже меньше Кроме того, существует опасность внутреннего влучения Расчеты показали, что при демонтаже и фрагментации оборудования в воздух может выделиться до 10 в 9 степени бикерелей радиоактивных веществ В целях создания приемлемых условий для проведения работ по выводу эксплуатации были проведены мероприятия по оптимизации радиационной защиты Прежде всего, это проведение дистанционной диагностики радиационного состояния объекта с применением калимированных спектрометрических систем которые позволяют дистанционно определить распределение активности в оборудовании и мощность дозы излучения в разных его составляющих То есть мы, прежде чем зайти в помещение, проводим с помощью калимированной техники конкретно определяем места наиболее сгрязненные и дающие наибольшую мощность дозы Второе определяющее мероприятие это применение дистанционного управления механизмов фирмы Брок Они оснащены навесными устройствами для демонтажа, фрагментации оборудования С помощью них, исключая ручные работы, происходит упаковка в транспортные контейнеры Важным значением, важным фактором, которое препятствует внутреннему облучению это обязательное пылеподавление, сухая дезактивация методом распыления полимерных составов перед началом работы и непосредственно во время работы Также введена граничная индивидуальная дневная доза равная 45 микрозивертам в день Это позволяет нам выйти на контрольный уровень не более 10 милизиверт при годовой дозе Индивидуальный дозиметрический контроль, кроме ТЛД, осуществляется еще дополнительно прямо показывающим дозиметром дозиметром ДКГ-05Д с звуковой уставкой То есть если человек выходит на вот эту дневную контрольную дозу то, независимо от того, какое количество времени он проработал в работах по выводу значит, ни у кого сигнал оповещает, что его дневная доза выбрана и значит, он выводится в нормальные условия труда Ну и два момента Подбор обучения персонала и документальное оформление порядка проведения работ ППР Ну, так они звучат Это, вроде бы, как обязательный фактор но, в общем, мы поняли, что даже привлекая персонал достаточно опытный здесь еще сделать такую ремаргу поскольку реактор остановлен 20 лет назад то персонала, который его эксплуатировал, который досконально знает все детали установки его практически не осталось поэтому мы привлекаем персонал ну, достаточно опытный это, в основном, из МПО РАДОН то есть люди, которые знают и умеют обращаться с радиоактивными отходами но, тем не менее, специфика нашего реактора нестандартного исследовательства она, значит, в обязательном порядке их обучение подразумевает а порядок оформления работ ППР это детальное мы детально расписываем каждый вид работы то есть недостаточно, допустим, определить просто порядок работы мы вплоть до того, какой инструмент, какого размера, какой последовательности будет использоваться при каждой процедуре ну, с тем, чтобы избежать таких ситуаций когда что-то не хватает или что-то на рабочем месте нет человек уходит, снова приходит, дополнительно облучается вот это все мы старались избегать ну, вот на этих слайдах, собственно, показаны картинки вот использование дистанционно управляемых машин то есть это реакторный зал это вот сухое хранилище, где отработаны эти повыделяющие сборки находятся вот, персонал находится в защищенных помещениях через видеотехнику он видит, как работает машина, управляет ею вот на этом роботе установлен как раз сколимированный либо гамма-спектрометр, либо техника гамма-визор, либо гамма-спектрометр то есть вот мы определяемся и мощные дозы, и, естественно, внутренний состав объектов, которые предстоят для монтажа здесь робот режет петлевые каналы и здесь с помощью робота укладываются фрагментированные элементы транспортные контейнеры вот здесь не очень хорошо видно но вот я говорил о пылеподавлении вот эта вот трубочка распыляет как раз несмотря на то, что здесь людей нет значит вот она распыляет полимерный состав, который уменьшает выход в аэрозоли при проведении работы ну и, собственно, перейдем к тому, что же чего мы добились с помощью вот этих всех мероприятий о которых я проецирую предыдущий слайд предотвращенная доза, напомню, это часть дозы на которой она уменьшается в результате защитных действий для определения предотвращенной дозы внешнего облучения проводятся следующие измерения на месте проведения работ либо на хоботе робота либо вблизи как правило на расстоянии метра вывешивается дозиметр ДКГ 0,5D также с помощью этих дозиметров проводятся ежедневные измерения индивидуальных дневных доз персонала прямо показывающими дозиметрами и определяется коллективно предотвращенная доза внешнего облучения как разность между показаниями дозиметра на месте проведения дистанционно управляемого работ дистанционно управляемого механизма и коллективной дозой полученной персоналом который этим механизмом управляет но, как я говорил, уже находится в защищенном помещении на основании контроля объемной активности воздуха она проводится также в зоне находения персонала и в месте, где проводится работа роботом дается оценка ожидаемой дозы и фактически полученные дозы и также определяется предвращенная доза за счет внутреннего поступления ну вот, на этой таблице приведены данные по предотвращенной дневной дозе внешнего облучения как видим в зоне работы в зоне работы в зоне работы Думы до 20 миллизивер в день зафиксирована доза приведено количество персонала участвующего в работе вот это их средняя дневная доза персонала я вам приводил 45 микрозивер вот она примерно выбирается во время дневной работы коллективная соответственно определяется доза персонала для различных работ и делается значит вывод что дневная доза предотвращенная 20 миллизивер в день то есть вот на такую величину мы уменьшаем дозу персонала в этой таблице приведена соответственно приведены данные по которым мы определяем предотвращенную годовую дозу в первой строке вида работ это вот скажем работы с хранилищем высокоактивных отходов лоаа вот серьезные работы по фрагментированию каналов спектрометрические исследования значит эти вот дозы зафиксированы как раз вместе в месте проведения работ при отсутствии персонала это вот зоне работы дома это опять же количество людей занятых это их индивидуальная доза дневная определяется коллективная доза и вот уже на этих более серьезных работах год год годовая доза составляет 527 мили зиггер для вращения здесь представлены работы по демонтажу в так называемых петлевых помещениях петлевых установок здесь работы более серьезные и примерно также структура таблицы количества персонала то что на измеряется значит доза на уроках на машинах персональные персональная доза участников работ и значит соответственно коллективная предпрощенная доза уже составляет пять с половиной зивер при выполнении этих проблем также значит мы оценивали предотвращенную дозу по внутреннему возможному внутреннему поступлению доза внутреннего облучения в основном обусловлена нуклеидами цезии структура и стронция основным мероприятием по снижению этой дозы является полиподавление с помощью полимерных составов и вот в этой таблице приведена предвращенная доза проведения работ по демонтажу для оборудования трубопроводов петлевых установок не вся табличка разместилась для определения для определения для определения возможного облучения мы использовали расчетную активность при при работах при фрагментации и с помощью дозового коэффициента определялось возможное внутреннее облучение если бы мы не использовали защитное мероприятие ну и естественно было измерение активности в зоне нахождения персонала и соответственно определялось реальное облучение за счет внутреннего поступления вот общая оценка предотвращенного предотвращенной дозы за счет возможного внутреннего поступления уже составляет 13 тысяч зиверт вот одна из последних моих таблиц где приведена значит доза внутреннего облучения в зоне работы персонала управляющего дистанционным механизмом она по годам составляет вот следующее величие то есть 230 микро зиверт 180 и 160 скажем так достоверность этих наших данных подтверждается ежегодными измерениями персонала на установке сич которые показывают что привлекаемых демонтажу персонал имеет дозу за счет внутреннего поступления не повышающих 50 микрозивер в год то есть вот эти данные коррелируются тем более что на сече насколько я знаю в основном фиксируется цезий а стронция которого здесь в предыдущих докладах упоминалось он конечно дает по крайней мере на два порядка больше поступлений и мощные дозы поэтому вот эти цифры они несколько больше чем полученные на сече но это как мы видим один порядок ну и заключение я приведу таблицу в которой приведено количество персонала по годам которые участвуют в работах по выводе эксплуатации это работа длительная как мы видим еще предстоит наверное процентов сорок выполнить работ по фрагментации и дезактивации помещения в котором были реакторы расположены как видим индивидуальная эффективные дозы миллизиверт составляет эти величины то есть мы где-то на одной десятой контрольной величины и соответственно одной двадцатой допустимой где-то пятая часть контрольного установленного уровня почему я вернемся к первому слайду где я упоминал нормативы предыдущих лет надо сказать что в курчатском центре не первый реактор выводится эксплуатации конечно это менее серьезные установки но там скажем так защита от преоблучения она была за счет количества людей то есть скажем использовалось до тысячи человек которые там при нормативах сто пятьдесят миллизиверт в год и пятьдесят миллизиверт в год они выполняли разовую операцию по упаковке и привлекалась следующая сотня или больше людей все это было справедливо на них значит вот в силу того что реактор мр остановлен достаточно давно наш персонал насчитывает порядка пятидесяти человек непосредственно работа по фрагментации занято еще более меньше людей но тем не менее выполняя работы по удалению активности которые в десятки сотни раз превосходят реакторы предшественники мы тем не менее за счет мероприятия которых я вам говорил вот не выходим за эти пределы эффективной дозы эффективной на все спасибо спасибо а вы делали оценки сколько стоит ваше мероприятие на скажем один миллизивер сэкономленной дозой потому что понимаете я почему задаю вопрос когда произошла чернобыльская катастрофа там с перепугу делали очень много мероприятий которые должны были защищать но когда прошло время начали считать чего это стоило оказалось что деньги обращены огромное уменьшение это минимально что люди достаточно было допустим лучше кормить и лучше медицинские обслуживания также в вашем случае можно действительно лучше набрать штатов пять раз больше и оно дешевле обойдется то есть экономическая цена да естественно ну вот я говорил о том что предыдущие работы выполнялись большим количеством персонала естественно за зарплату а роботы чего-то стоит значит вот такая прекрасная работа с такой прекрасной защиты стоит два с половиной миллиарда рублей это средства выделены по федеральной целевой программе на проведение этих работ наибольшие конечно сумма ушла на приобретение вот этой техники наименьшее на зарплату вращения что дешевле ну естественно здесь уже морально-этические вопросы а что здесь морально-этические так допустим набрали в два раза больше людей они получили по 50 миллизивер там норму а так думай меньше людей и роботы ну так те же 50 люди получили морально-этика соблюдена но мы еще за роботами они заплатили больше чем зарплату удвоенного числа у меня это оценка интерес они получили не 50 а 16 35 максимум то есть на порядок меньше то есть оценки нет сколько на миллизивер рублей пошло ну наверное можно вот эти 13 тысяч разделить нет это собственно ну по-моему очевидно но людей же надо беречь если если бы если бы сказали да вот мы вам даем половину москвы вы ее сожили грубо говоря я отправлю на тот свет но зато это не будет ничего стоить только производители редко троги у вас не воевали а твелы мы отправляем на переработку на маяк на маяк да и дозовая нагрузка это только вот извлечение упаковка вот то есть трансуранов у вас практически не должно быть трансураны есть прелестник появится у вас трансураны есть я вначале говорил о том что поскольку реактор исследовательский поскольку испытывать все типы все типы все типы твелов да но значит изначально реактор предполагался для ресурсных испытаний но потом со временем когда скажем сборка вырабатывала свой ресурс было интересно а сколько же она может проработать вообще ну и окончание этого интереса являлась ее герметизация поэтому вот в каких-то таблицах там очень сильно отличается мощность дозы это скажем если это петля была газовая то там загрязнение трубопроводов минимальное если было там жидкометаллическая или пароводяная смесь или вода то там разгерметизация твела пока система об этом сообщит контроля герметичности начали распыления да 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 нет герметра на роботах перед началом работа это гамма а 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 возможно да я не знаю насколько но насколько нет на самом деле на самом деле у нас есть центре тестованные лаборатории которые спектральная спектральный анализ тоже проводят и поэтому уж так сказать что мы заступаем к очередному объекту не не зная там только ну нет в помещении когда смотрится наличие не думает митрии плит не дел дел и вот спасибо еще вопрос информации вот я так понял основные элементы строительства это по внутренним выступления не вообще какие а другие какие основные элементы а ну вот как раз для разных петель они разные в каких-то случаях в каких-то случаях ну по активности в каких-то случаях это поровну а где-то есть обладание но но есть и петли вот в силу того что в них поступило и какая специфика было там были разрушения или нет есть и сочетание 10 90 процентов спасибо еще вопросы